Здравствуйте и добро пожаловать на канал Медин Кладемау ТВ. Сегодня мы поговорим о проблеме, которую, как нам кажется, невозможно распознать на первый взгляд. Банкноты – это отпечатанная бумага. Президент немецкого федерального банка Weidmann в своей приветственной речи в ознаменовании 18-го коллоприума Института исторических исследований банка IBF объясняет, на протяжении самых длинных периодов истории человечества в качестве денег служили конкретные предметы, поэтому в таком случае мы говорим о товарных деньгах. Самым высоким доверием в этом отношении пользовались и пользуются благородные редкие металлы, в первую очередь золото. Таким образом, золото, в какой-то мере, не подвластны времени классик своей функции как обменное, платежное и ценностное средство сбережения, поэтому те деньги, которые мы используем в форме банкнот и монет, не имеют больше ничего общего с товарными деньгами. С тех пор, как в 1971 году была отменена обеспеченность доллара США золотым резервом, привязки доллара к золоту больше не существует. Коротко, сегодняшние деньги больше не покрыты никакими товарно-материальными ценностями. Банкноты – это отпечатанная бумага, монеты – отчеканенный металл. Это интересные высказывания, и тут возникает вопрос. Почему, собственно, нас никто не спросил, когда была отменена привязка доллара к золоту? Кто это решил, прежде всего, на каком основании? Когда стоимость наших денег не будет превышать стоимости бумаги, на которой они напечатаны, самое позднее тогда мы поймем, нам нужно было бы раньше беспокоиться о том, чтобы понять нашу денежную систему, и более того, мы должны были бы разоблачить этих людей и их цели, которые навязали нам эту систему, и тем самым их власть. Я закончу цитатой Генри Форда. Он сказал, «Если бы люди поняли, как функционирует наша денежная система, у нас бы была революция, и причем уже к утру». Просвещайте его людей в своем окружении, рекомендуя этот и другие выпуски Median Klage Maure TV. До встречи на Median Klage Maure TV.